Вы говорили в каком-то интервью, что на фоне войны не пишется. У меня был такой период, да, собственно. Вот первые там 8 месяцев не писалось, потому что, ну, это действительно чудовищное событие. И война между двумя, в общем, урадскими народами абсолютно бессмысленная, беспощадная. Но прошло время, и что-то стало писаться с учетом этих событий. И начал писаться новый роман, собственно, я его закончил недавно. Я хотела бы еще вас поспрашивать про сакральность. Это очень важно просто для нынешней российской власти, в первую очередь. Появился целый комплекс, целый набор сакральных слов, например, которые нельзя произносить. Вот таким именем был Навальный, таким словом стала война, как ни страны, в начале войны. И это какое-то отдельное, такое магическое отношение к тексту, которое произнесенное становится какой-то реальностью. Хотя почему бы ему не быть? Почему, как вы считаете, это происходит? О чем это говорит? Это говорит о том, что в России нынче властная пирамида, она полностью из 16 века. И вот это новое средневековье, о котором сейчас модно говорить, оно никакое не новое на самом деле, а с 16 века пирамида власти в России конструктивно и внутренне никак не менялась. Менялся лишь ее фасад, собственно. Вот. И сейчас вот эта вот вера в магию, в магию вообще там, и магию слов, вот, это все последствия этой архаики, что проблема России не в Путине, собственно, да, и не в его команде, а вот в этой пирамиде власти. Она порочна, архаична и может лишь приносить страдания населению и боль соседям, собственно. Вот. Любой человек, оказывающийся на ее вершине, рано или поздно, как в Lord of Ring, становится чудовищем просто. Ну, это какая-то обреченная, получается, ситуация. А в чем проблема? Земля отправлена, почему именно, почему ничего не меняется с 16 века? Ну, надо было ее демонтировать в 90-е годы и превратить в нормальную, такую горизонтальную конструкцию, как в цивилизованном мире. Но, увы, подновили лишь фасад. Ну, вот и результат, собственно. С вашей репутацией, которой вы, я думаю, не избавитесь, такого земного пророка, естественно, эти вопросы возникают. Что вы испытываете, когда, например, видите охлобысть на сцене на Красной площади, которую кричит Гойда? Это, с одной стороны, для художника и для автора, это какой-то вершина реализации, когда все становится совсем реальным. Это как искусственный интеллект, который вот уже оживляет до объема. А с другой стороны, это, наверное, ужасно неприятно. Ну, да, конечно, это сложное чувство, да, как бы, что ты художественно угадал, собственно, но ты проиграл как гражданин, как бы, да? Вот. И я уже привык, честно говоря. Сначала говорили, что это вот, вышел когда опричник, что это такое. Ну, это сорокинские игры такие. Вот. Но потом стали другое уже говорить. Вот. Но я надеюсь, что мы это все переживем и пересилим, собственно. Потому что, ну, сейчас ясно, что это пирамида, это абсолютное зло, собственно. Как такой разрушенный реактор, она лишь несет людям облучение. Они мутируют, полеют, теряют рассудок. Вот. Я надеюсь, что рано или поздно она рухнет, собственно, и будет что-то лучшее, другое. Возможно, это моя утопия. Ну, да. Вы же знаете, что нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Я не думаю, что я предсказал что-то. Я лишь почувствовал, как модно говорить, новую парадигму, собственно. Да? Это можно было почувствовать, там, 20 лет назад. Иногда что-то получается на бумаге, что потом сбывается. Но, к счастью, это неосознанный процесс. Ну, то есть полностью дьявольское начало вы не берете на себя, отказываетесь. Я утверждаю, что то, что происходит, это ваш замысел, а не их там наверху, вот эти пирамиды, про которые вы говорите. Это так получилось. Да уже все, поздно. Уже никто не поверит. Мы много рассуждали о том, что вот это, про эту новую разделенность, вот эту Россию, которая вовне и Россию внутри. Вы когда-то были и российским автором, живущим в Германии в последние годы. Ну да. А теперь вы стали фактически эмигрантским автором, потому что вы не ездите в Россию, вы уехали, как бы, ну, официально с ней расстались. Для России, для русской эмигрантской литературы, это же отдельный жанр, она там пронизала ностальгию и так далее. Есть ли у вас уже вот эти признаки, какой этот эмигрантский акцент? Я по-прежнему, как бы, не считаю себя эмигрантом, вот, потому что я очень многое вывез, как бы, да. Ну, ну, то есть я вывез мою в Россию, и я в ней продолжаю жить. У меня были периоды, когда я жил год, там, во ней, Россия, собственно, за границей, поэтому не могу сказать, что я очень этим шокирован. Потому что опыт уже есть все-таки. И вот эта жизнь между нас с Ириной как-то уже научила, что, ну, вот, пройдет время какое-то, и все вернется. Между тем, вот мы много рассуждаем о том, что происходит с страной, там, с русским языком и так далее. Но люди, которые там живут сейчас, наверное, в Москве в первую очередь, в их жизни почти ничего не изменилось, она такая благополучная. И для меня хороший очень пример – это судьба Кристины Потупчик, которая была идеологом того давнего перформанса наших с уничтожением ваших книг. И как бы если бы вот существовала некая нормальная система, связанная со справедливостью, ну, какой-то высшей справедливостью, наверное, эти люди понесли бы какие-то наказания за это, за то, как они, то, что они делали тогда, когда было движение наше. И вообще вот все эти события. Но вот ничего, с ними все в порядке. Кристина Потупчик владеет целой сетью телеграм-каналов, которые успешно развиваются, выполняют некий кремлевский заказ. Никакой справедливости и воздаяния не случилось. Прошло уже очень много лет. Я не в курсе просто. Ну, неважно. Это некий, это просто пример. То есть все те люди, которые еще тогда, например, гнобили вас или пытались уничтожать уши книги, с ними никакого справедливого развития сюжета не обидно ли вам? Ну, еще не вечер, как говорится. Но мы уже нормально подождали, в принципе. Я думаю, что зло и добро возвращаются к своему источнику. Так что каждому воздастся по делам его. Владимир, вот вы открываете сейчас выставку. На мой взгляд, в очень неблагоприятной ситуации, на таком негативном фоне. С одной стороны, информационно идет одна война, началась другая война. Внимание переключено в эту сторону. С другой стороны, время бесконечных спекуляций. Очень много разговоров, таких общих гипотетических, про русскую культуру. Появились новые штампы вокруг нее, про cancel culture бесконечно говорят. Это все отвлекает от того, что вы делаете, от смыслов. Как вы относитесь к этому окружению? Окружению для, например, вашего проекта, который вы сейчас открываете вместе с Маратом Гельманом? Я не очень его чувствую, честно говоря. Войны приходят и уходят. Искусство остается. И я думаю, что сейчас каждый должен заниматься собственным делом просто. Ну и, конечно, по мере сил помогать хорошим людям. Что вы будете делать сейчас? Что это за проект, которым вы здесь начинаете? Года четыре назад я сделал графическую серию такую. Это тексты клонов моих писателей из «Голубого сала». Мы как-то выпивали с моим другом Леонидом Огаревым. И он сказал, вот хотелось бы увидеть, так сказать, оригиналы этих текстов. И я задумался и решил войнот, как говорится. Учитывая, что я бывший график, я этим зарабатывал в 80-е годы, вот я сделал такую серию, где оригиналы черновиков всех этих клонов, собственно. Так получилось, что готовилась выставка в Москве сначала, но война эта все смела, конечно. Не до выставок, не до клонов, как бы. Потому что война – это оригинал, конечно. И она, как воронка, она многое в себя затягивает. Вот. И лишь сейчас, вот, Марат Гельман обосновался в Берлине, новая галерея, я рассказал ему эту историю, собственно. Он сказал, что давай сделаем выставку. Окей. Но он пошел дальше. Он познакомил меня с, в общем, очаровательным и очень непредсказуемым персонажем по имени Эй Ай. и предложил сделать еще и серию работ по «Голубому салу», используя этого персонажа. Ну, я был, как бы, невидим, да, по отношению к этому делу. Эти работы для автора – это такой экзистенциальный момент, когда твои герои оживают, и ты видишь, что у них есть собственная воля и та степень свободы, которая, в общем, была лишь на бумаге, как бы, да. А здесь они ожили и ее перенесли, как бы, в наше измерение. И еще, конечно, да, вот, если посмотреть на этих вот ребят, они смотрят мне в глаза. И если раньше я на них смотрел, да, теперь они на меня смотрят. И, собственно, они задают вопросы. В общем, такие метафизические вопросы. И мне приходится ввести с ними монолог и отвечать на эти вопросы. Это очень необычно, на самом деле. И мне захотелось продолжить. Это, наверное, идиотский вопрос, но они такие, какими вы их себе представляли, как бы, насколько можно приблизить их изображение к внутреннему образу? Нет, нет, я как бы понимаю, что в романе они чудовищные клоны такие, да, собственно. Они не похожи на оригиналов. То есть нет визуального сходства? Нет, нет, нет. Это другие существа. Здесь же это реальные клоны, действительно. И в этом есть, конечно, еще неожиданность, что как бы это новый жанр. То есть это уже не роман, а некий фильм, как бы, да? То есть это как, ну, кадры из фильма, как бы, такие. Вот, где они очень живые, на самом деле. И еще здесь есть, как бы, такое пространство сна, безусловно. Если я, пиша этот роман, заснул и увидел это нечто такое, это похоже на сон. Вот как Дали говорил, что мои картины – это фотографии снов. Это похоже на это, да. Ну, их будут пытаться, конечно, идентифицировать в смысле стиля, как бы, и жанра. Для меня это такая смесь хоррора, хай-тека и сюрреализма. Я обожаю эту смесь, на самом деле. Если почитать задания эти, да, то они, ну, отличаются они, как бы, вот, результата. И это замечательно, на самом деле. Потому что, если бы это было как в задании, ну, тогда это иллюстративность чистая, собственно, это неинтересно совершенно было бы. А он творил на эту тему, собственно. И этим шокировал автор, конечно. Я до сих пор так, в общем, пребываю в таком состоянии. Это было что-то такое, что вот Толстой, Достоевский, Набоков, Пастернак и Платонов бьются за гигантский кусок голубого сала в больничной палате. Вот начало анекдота. Встретились Толстой, Чехов, Достоевский. Но в анекдоте они бы бились за обычное сало, конечно. А вот что такое голубое сало? Теперь, конечно, огромный соблазн. Очень хочется увидеть развиртуализировавшимся и остальных героев ваших книг. Ну, понятно. Мне тоже. Собираетесь ли вы дальше работать с этой технологией? Ну, есть у нас вот с Маратом идея прикоснуться к опричнику. Идея или уже... Нет, ну, идея есть, да. К этим персонажам. Вот. И оживить, оживить их, собственно. Очень хочется их увидеть. Есть идея, да. Вот посмотрим. Вот посмотрим. Пока, в общем, первый ребенок рожден и родители, ну, то есть я и А.А. Мне кажется, что мы очень довольны. Марат говорит, что вот эту вот работу с Ахматовой вы хотите забрать домой. Я не против. Ударное и вычисленное. Главное, что в этих работах... Вот я не люблю предсказуемость в искусстве, собственно, да? Когда ты видишь там спектакль, кино, начинаешь читать роман и понимаешь, что это было, это уже читано, это уже слышно. Вот. А здесь я погрузился в здоровую такую арт-непредсказуемость. Это дорогого стоит, на самом деле. Что это не иллюстрации никакие, не как бы... не нечто имеющее, как бы, приложение к тексту. Нет, нет, нет. Это самостоятельные вещи, абсолютно. И я не перестаю любоваться ими и как художник, и как писатель. Такого Сорокина вы еще не видели? Нет, я не видел. Спасибо большое.